Друзья, всем привет! Сегодня у нас на повестке дня изготовление деревянной подставки для телефона. Для этих целей уже припасены заготовки, орех и падук. А ещё у меня есть чертёж. Неказистый, зато понятный. По крайней мере, мне так кажется. Сразу оговорюсь, в ходе работы планы поменялись и вместо ореха я использовал ясень. Он светлее и лучше контрастирует с падуком. Все операции я буду выполнять на самодельном станке с ЧПУ. Конечно же, практически всё это можно было сделать и без ЧПУ, но у меня, к сожалению, или к счастью, нет под рукой другого инструмента. Да, и в своё оправдание скажу, что большую часть операций я делал в ручном режиме, управляя станком с клавиатуры. Эдакий дауншифтинг. Иногда это реально быстрее, чем писать управляющую программу, даже если это 10 строчек G-кода в блокноте. Для создания полукруглой фаски я использую фасонную фрезу с радиусом скругления 4 мм. Фаски снимаю в ручном режиме, поэтому на видео кажется, что процесс немного подтормаживает. На самом деле это не процесс подтормаживает, а я подтормаживаю. Для того, чтобы сделать прорезь, использую вот такой зажим заготовки. Не знаю, насколько это корректно, но мне главное, что результат достигнет. Сначала постепенно углубляю фрезу на 5 мм, а затем расширяю канавку всей режущей частью. А дальше самое интересное. Изготовление индивидуального рисунка вставки. Для этого нужно сделать углубление в основе, а затем зеркальную ответную часть. Использую концовые фрезы для черновой обработки. И коническую фрезу с общим углом 30 градусов и шириной полки 0,2 мм. На ютубе есть много каналов, где детально показана подобная техника. Но в принципе и здесь процесс не должен оставлять вопросов. После того, как все детали готовы, необходимо их вклеить и подождать, пока высохнут. Далее нужно аккуратно срезать лишнее. Смещение фрезы при наличии мелких деталей желательно делать небольшим. В данном случае по 1 мм, чтобы не повредить рисунок, мелкие запчасти от которого может просто выдернуть. Процесс шлифовки я пропущу, это достаточно скучное занятие. А вот финишное покрытие пропиткой покажу. Кто не видел предыдущее видео, пропитка сделана самостоятельно, из льняного масла, воска и канифоли. Наносить ее можно достаточно густо. Все, что нужно, впитается, а лишнее можно убрать салфеткой. Вот что в итоге получилось. Данная подставка – это подарок моему хорошему другу и товарищу. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Очень рекомендую посмотреть его честный обзор на наушники Technics. Я думаю, что он понравится любителям электронной музыки. А на сегодня, пожалуй, все. Понравилось – ставьте лайк. Хотите следить за моим творчеством – подписывайтесь. Всем спасибо и до встречи.